Новости Дагестан продолжают работу телеканала ННТ. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Процесс опознания продолжается. Личности 22 погибших в результате взрыва в Махачкале остаются неизвестными. Страшное совпадение. За последние сутки на дорогах республики произошло три ДТП с одинаковым исходом и причиной. В разгар лета без воды и света. Непростая ситуация вынудила жителей Махачкалы вновь выйти на улицы. Подробности смотрите в выпуске. К новому сезону во всеоружие. Грэпплеры из клуба Universal Fighters готовятся к новому сезону в Гиргейбельском районе. Число погибших в результате взрыва на окраине Махачкалы осталось прежним 35 человек. Однако имена известны лишь 13. Процесс опознания по остальным жертвам продолжается. В больницах республики остаются 46 пациентов. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное. 16 пострадавших с тяжелыми травмами накануне спецборд МЧС России доставил в Москву. Более 400 строений получили повреждения в результате взрыва. Об этом заявил глава республики. По его словам, большинство из них – жилые дома. Ранее Сергей Меликов поручил провести оценку ущерба, чтобы владельцы объектов могли получить компенсационные выплаты. Комиссия уже приступила к работе и начала принимать первые заявления. Для удобства жителей пункт приема развернут в непосредственной близости к месту проживания пострадавших в населенном пункте Караман-2 в здании администрации СНТ Данииловых. На месте ЧП продолжается ликвидация последствий. Более 20 единиц спецтехники городских служб присоединились к работе МЧС. Разбираются завалы, проходит расчистка территории, начата мойка трассы. На данный момент все структурные подразделения, которые необходимы здесь на участке, задействованы. Работа структурных подразделений и спецтехники администрации города будет продолжена до ликвидации всех завалов и расчистки данной территории. На территории также разбиты палатки для раздачи воды и горячего питания для спасателей, волонтеров и водителей спецтехники. Ребята пришли, мы создали группу для всех желающих, там уже больше 350 человек. На данный момент мы привлекли около 60 человек, чтобы не было слишком большой толпы. Мы будем помогать МЧС, непосредственно в самом эпицентре будет работать техника, мы уже вокруг будем помогать, где-то что-то вытащить, перетащить. Администрация Махачкалы окажет помощь с временным расселением потерпевших в результате взрыва. Накануне вечером глава города Махачкалы Юсуп Умавов вместе с коллегами посетил пострадавших в результате взрыва на федеральной трассе Махачкала-Астрахань. На встрече Юсуп Умавов заверил, что администрация готова оказать всемирную помощь, в том числе с временным расселением. Кого-то надо временно разместить. Здесь находятся родственники, сейчас мы в принципе планировали к ним выходить, объяснить по их пострадавшим, близким. И вот здесь можно тогда с родственниками разговаривать, потому что действительно есть кто, вот папа, который уезжает, он будет у меня дом разрушен, он улетает с ребенком. Может быть вот такие есть, чтобы пока они здесь находятся, самые близкие, у кого вот такая проблема. Да, кого-то можем расти в сервисе, с кого-то можем найти в сервисе. Свою помощь в эти дни оказывает и благотворительный фонд Инсан. Его сотрудники доставляют горячую еду и воду в медучреждения, в которых находятся раненые и их родственники. В фонде стараются максимально помочь всем, кто пострадал в результате взрыва. В этой трагедии есть погибшие, пострадавшие и те, кому чудом удалось спасти не только своей жизни, но и жизни тех, кто находился в эпицентре. Мои коллеги встретились с очевидцами событий той ночи. Это получается моя одежда, при том, что на мне, на самом, ну, не будет сколько царапин. То есть это не моя кровь, это кровь людей, которую мы выносили оттуда. Заур Хайдаков вспоминает, как ехал тот вечер с братом и увидел полыхающее здание. Из образовавшейся пробки ехали медленно и даже успели достать телефон, чтобы снять происходящее на видео. В тот момент он и не думал о том, что пожар обернется взрывом. Мы доехали вот до этого места, взрыв, я снимал это видео в этот момент, у меня вылетает из рук телефон, он кричит, Заур, Заур. Я говорю, все нормально, все нормально, успокаиваю его и в голове мысли, надо выйти или остаться. Он говорит, надо остаться, нет, говорю, надо выйти. Я не помню момент, как я из машины выходил, но потом по видео, там, телефон перевернулся, есть момент, как я выхожу. Это происходит доли секунд. Я выхожу из машин, вокруг просто ночь и пыль, ничего не видно. Ни мишка, ни минуты Заур с братом бросились на помощь раненым людям. Взрослый мужчина, он лежал лицом вниз, я его трогаю, я говорю, надо уходить. Ни признаков жизни не было, а с правой стороны был парень, девушка у него была на коленях. Он мне говорит, он кричал, любимая, любимая, я говорю, уходите. И в этот момент горит заправка, то есть хлопки, постоянно хлопки происходят. И я вижу, как горит заправка. Я говорю, уходите, он говорит, помоги, ради Аллаха мне ее отнести. Я ее беру за руки, нет, он взял за руки, я за ноги. Он, когда мы несем, он сам падает, он, видимо, ранен был этот парень. Мы несем, это казалось, в тот момент казалось, как будто час длится этот процесс. Получилось, что я оказался в том месте, где вот это здание. Перед этим зданием сидел мужчина, я говорю, уходите, заправка горит. Он в этот момент, я не видел ребенка у него, оказывается, у него ребенок был на руках. И он, получается, мне говорит, забери моего ребенка. Я его беру и несу вот это кровь, либо от этой девушки, либо от этого ребенка. Я его несу, наверное, метров 20-30 донес, очень тяжело в этом состоянии нести. И ко мне оказался парень такой рядом, взрослый мужчина был. Я говорю, забери его от меня, а у меня в голове, что надо за ним вернуться. Я говорю, забери его, ребенка от меня. И он говорит, брат, я не могу, говорит, на него посмотреть. И только в этот момент я сам посмотрел на ребенка, у него обгорелшее лицо и кровь была. Бегу обратно, говорю, Джамал, я так кричал, я в жизни, наверное, так не, Джамал, Джамал. И я вам вижу, я так обрадовался, когда увидел его, у него девочка на руках, вот так он, кучерявая такая девочка. Он несет ее, он говорит, я устал, помоги мне. Я ее взял, мы вместе ее несли. В какой-то момент он мне ее передал, я тоже ее донес, не помню просто до кого донес. Люди забирали, то есть помогали. Они хоть в эпицентр не доходили, но забирали. Джамал Султанов говорит, что впервые увидел нечто подобное, но страха не было. После того, что пришлось пережить, признается, что даже удивлен, как ему с братом удалось отделаться лишь несколькими царапинами. Страха вообще не было, что мы пострадаем. Вот все уповали на Всевышнего в этот момент, только на Всевышнего Аллаха уповали. И нам удавалось помогать. Девчонку, когда я, их было двое с матерью, получается, я одну взял, девчонку, и иду в сторону, получается, в сторону глобуса. Я шел, и в этот момент такой хлопок произошел, сильный хлопок, и как будто камни начали падать, арматуры начали падать. Ну, на меня ни одна деталь не упала, только одна царапина, тут получается, и все. И эта девочка тоже осмотрела, у нее руки все, ноги целые. И эта девочка говорит мне, я такой огонь, говорит, никогда жизни не видел. Я говорю, все хорошо, все хорошо будет. Потом встретил тебя, потом ты мне говоришь, давай ради Всевышнего пойдем, ее маму тоже заберем. И мы ее маму тоже забрали. Но когда мы вернулись, этой девочки уже не было, наши ребята уже ее забрали в больницу свою. В общей сложности вдвоем братья помогли выбраться из эпицентра трагедии около десяти людям. Да и сами чудом выбрались. Предполагают, что автомобиль, в котором они находились, и принял всю мощь взрывной волны на себя. В момент взрыва, получается, подушки сработали, и благодаря Всевышнему удару повезло, и что двери тоже открывались. Получается, ударная волна пошла снизу, она приподняла, видите, защита у нас все поднялась, и опрокинула. И ударная волна, колесо, все уже, столько сильный жар был, что фары расплавились, все, вот эта пластмасса расплавилась. Получается, мы в сторону города ехали, и напротив тех станций, когда уже горячие тех станции встали, произошел взрыв. Такой взрыв, что нас уже в другую сторону опрокинула машина. В момент взрыва, я помню, секунды две, может быть, такое состояние было, как будто находишься в трансе, не понимаешь, что происходит. Замир Нурмагомедов также в тот день, но уже со своей супругой и детьми выезжал из города по трассе. И не только чудом выжил, но и спас ребенка. Признается, что также огромную роль в том, что уцелел, сыграл автомобиль. Я ехал с семьей своей, остановился, пожар был, остановился, посмотрел, посмотрел, ну, как обычно все останавливаются, фоткают. Мы тоже остановились, буквально как остановились, минута, произошел взрыв. Машина спасла, можно сказать, ну, всевышний спас, но, конечно, машина спасла. Все вышли с машины, люди лежали, много очень людей было, очень много людей было. Одного ребенка спас, ну, спас что, у него ноги, что ли, что-то повреждение было. Отца он искал, плакал сильно, спрашивал отца его, скорая помощь забрала, увезли его. А так, очень много пострадавших. Все начали бежать вперед, людей раскидало, можно сказать, всех. Помощь только от Всевышнего. А так, машина – это ерунда, главное – здоровье. Все мои дети, все, Маша Аллах, все живы, здоровы, иншаллах. Машина – это ерунда. Будут силы, еще купим. Под взрывную волну в ту ночь попало все, что находилось поблизости. У жилых домов, так же, как и у авто, выбиты стекла и покорежены дверные проемы. Во время трагедии Хадижат Хирай Сулаева находилась в своей квартире и признается, что до сих пор не может оправиться после произошедшего. Такой грохот я слышала, слышала. Я думала, газ взрывали. Куду вот так ударили. Потом дочка была в другой комнате. Убежали босиком на улице. Без табочек, ничего. Потом ванновация. Таблетки выпил, успокоитель, очень трещет тело. Невозможно разговаривать, сидеть с людьми. К помощи нету, никого нету, ничего нету. Еле-еле закончили ремонт, как я. Так я буду. Соседка Хадижата Гульнара Тимиркаева признается, что по счастливой случайности в тот вечер отлучилась из дома. Она услышала о произошедшем по телевизору и сейчас своими силами пытается привести квартиру в порядок. Я узнала, мы же по группе пишут, что полдесятого сказали, что взрыв получился здесь. Поэтому сразу же через полчаса по телевизору уже подавали, говорили, что взорвался этот самый технотек какой-то рядом. Утром сказали, что дорога закрыта, мы не смогли. Сегодня приехала. Квартира в плачевном состоянии. Там весь стекла, все побитые, даже рамы побитые. Не знаю даже, что делать. Еле-еле балкон закрыла в этом году. Там внутри полностью ремонт не закончила даже. Все даже не могу сказать. Как сделаем, думаем, поможет. Помогут эта самая администрация. Кажется, что из Дагестанцев и те, кто находился в эпицентре трагедии, и те, кто помогал после, испытали немалый ужас. Впереди еще много работы по ликвидации последствий взрыва. Но, как сказал глава Дагестана, смотря на сплоченность наших людей и взаимопомощь, у нас все получится. По тематам Анапова, Ларьяна Шумхалаева, Магабет Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И к другим темам. За минувшие сутки по опричине выезда на встречную полосу произошло три ДТП, в каждом из которых погиб человек. Шесть пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. Аварии со смертельным исходом зафиксированы в Унцукульском, Дербенском и Хасавюртовском районах. Уголовное дело возбуждено против 26-летней девушки, которая оставила четырехлетнюю дочь одну дома. По данным следствия, 14 августа подозреваемая в два часа ночи уложила малышку спать в квартире по улице Халилова в Каспийске и уехала со своей сестрой в Махачкалу в ночной клуб. Около пяти часов утра девочка проснулась, забралась на открытое окно квартиры на девятом этаже и вышла на наружный подоконник. Там она находилась более получаса, пока ее не заметили соседи и не спасли полицейские. Вновь в столице республики люди, уставшие от долгого отсутствия в их домах благ цивилизации, перекрыли движение транспорта. На этот раз протест выразили жители редукторного поселка. После беседы с прибывшими на место официальными лицами люди разошлись. Вследствие, энергоснабжение было восстановлено практически во всех домах. Однако сложная ситуация в этой отрасли в Дагестане все еще сохраняется. Продолжаются как веерные, так и внеплановые отключения. О том, какие меры принимаются для устранения аварий на электрических сетях, сегодня обсуждали в общественной палате республики. На слушаниях присутствовали представители всех ответственных структур и моя коллега Камила Мехтиханова. Ей слово. Десять спикеров – представители разных структур. Однако под шквал вопросов, большинство из которых остались без ответа, попала компания Россети. В частности, люди хотели услышать о том, сколько денег выделено на модернизацию сетей и сколько планируется. Каким образом организация будет возмещать ущербы, которые энергетики нанесли из-за некачественного обслуживания населения. Здесь масса вопросов. Можно задавать час-полтора. Но хотя бы на то, что я отслучил, ответьте, пожалуйста, нам понятно, чтобы вы могли до людей донести эту информацию. Мишустин догматывал через поиск, когда на проблеме следствия, вы говорите, что следствия нет. Скажите тогда здесь, что вы не получили эти следствия. 8,5 миллиарда ватт на сумму, 11 миллиардов. Они объявляли по федеранам телевизионного канала. Или расскажите, что этих денег не помогает. Или расскажите, что успеваем за эти деньги. Сколько заплатили штрафов, вы знаете или нет? Я не спросил, что вы заплатите. Понимаешь, что заплатите? Хотя у вас счета арестованы, скорее всего, вы не платите по долгам. Люди не могут взыскать с вас деньги, потому что у вас счета арестованы, и там нет денег. Это хитро, о чем вы думаете. Интересовала собравшихся и судьба бесхозных сетей. На слушаниях заверили, их больше не будет. Теперь, после проведения необходимых процедур, их оформят на баланс компании «Эросети». Мы же понимаем, какая цепочка идет за бесхозными сетями. Что происходит? Это потери электроэнергии и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Вот вы какую работу ведете в этом направлении? Конкретно можете сказать? В конце августа, в начале сентября, если я не ошибаюсь, то эти сети перейдут к нам. Но уже и куда мы денемся? Много цифр, конкретики никакой. Доклады представителей ответственных структур не устроили присутствующих. Председатель же общественной палаты, скажем так, не отпускал ни дискуссий и прерывал эмоциональное выступление людей. Однако нашлись и те, кто выразил несогласие с такой формой проведения дискуссии. Я сегодня собрал вас только для того, чтобы мы конкретные, вынадолели, компетентные, взвешенные меды, чтобы завтра, пусть завтра, как осень, зима наступит, чтобы мы вот так, как сегодня, не страдали. А то, что у нас проблемы, мы слышим, это мы с вами прекрасно знаем. Поэтому давайте будем уважать друг друга, да, не будем здесь некоторые тамачи, здесь 3-4 вопроса. Я могу вам 10 вопросов задать, понимаете, но это ничему полезному нам не приведет. Я очень задерживаюсь, потому что попросили здесь, но сейчас время неговорения о ответвении. Люди очень-очень-очень сложной ситуацией находятся. Некачественные работы отчасти связаны и с отсутствием хороших специалистов на местах. Такая формулировка не единожды прозвучала на слушаниях. Подтвердило мнение и выступление представителя прокуратуры. Так, 28 работников Дагэнерго не соответствуют квалифицированным требованиям. Это было выявлено в ходе проверки. Камила Мехтиханова, Шамиль Хирясулаев, новости ННТ, Махачкала. В Курагском районе было многолюдно. Там прошли шестые соревнования «Курагские игры» по национальным видам спорта среди молодежи Дагестана. Мероприятие собрало участников из разных городов и районов республики. Организовали мероприятие представители Муфтията Дагестана совместно с отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Курагского района. Команды приняли участие в таких дисциплинах, как стрельба из лука, подтягивание на турнике, бег с тяжестью, бег на 2000 метров и перетягивание каната. В итоге в общекомандном зачете кубком награждена команда Курагского района. Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами, денежными и спортивными призами. В завершение состязаний было организовано угощение для всех участников и болельщиков. Гости приехали из разных районов Южного Дагестана. Такие мероприятия способствуют сполочению дружбы народов. Призовой фонд соревнований составил более 150 тысяч рублей, а участие в наших соревнованиях приняли свыше 200 человек. Главные цели нашего мероприятия – это укрепление дружеских связей между молодежью нашей республики, объединение молодежи в логих целях. Тяжело в учении, легко в бою. Грэпплеры из клуба Universal Fighters готовятся к новому сезону в Среднее Горье Гиргибельского района. Сборы, участниками которых также стали гости из разных регионов страны, проходят на высоте около 600 метров над уровнем моря. Тему продолжит мой коллега Курбан Рагимов. Джиу-джитсу и грэпплинг – это моя жизнь, говорит один из возрастных участников этих сборов. 41-летний парвиз Гариб Мамадов приезжает в Дагестан во второй раз. Сам он родом из Таджикистана. В стране гор спортсмен чувствует себя как дома. Менталитет очень хороший, гостеприимство. Природа похожа на нашу природу, очень красиво все. И поэтому мне как бы первый раз мы в ЦОПе были, мне понравилось. И второй раз я уже тоже газанул, несмотря на возраст. Приехал сюда, можно сказать, борьба с унной пророком Мухаммада, саламулах и салам. Здесь по лицу не бьют, здесь именно борются на силу. Вот ты развиваешься? Да, развиваюсь физически. И головой тоже, да, да, да. Они как шахматы. Здесь борьба как шахматы. Сборы в Гиргебельском районе проходят на базе одного из учебных заведений. Тренировки стартовали 5 августа и посвящены подготовке сразу к нескольким крупным стартам. Первая группа спортсменов уже успешно выступила на турнире в Айбэджедже в Ингушетии. Юноши и юниоры готовятся к первенству России, а главной команде предстоит защищать титул чемпиона в Лиге Аига. Престижные соревнования с участием ведущих клубов планеты пройдут уже в эти выходные в Казахстане. В этом сезоне заявили команду, большая часть из которых это чемпионы, либо медалисты чемпионата мира EDCC. Кто посвящен, узнает, что один из самых престижных турниров в мире погребли. И номинально так в мире, на западе, люди, наверное, считают их фаворитами, несмотря на то, что мы чемпионы. Ну, я так думаю. Но это для нас хороший шанс сразиться сразу с чемпионами и показать наш уровень. Это, можно сказать, самые сильные соревнования, где я буду выступать, так как туда приедут команды со всего мира, сильнейшие команды. Там призеры EDCC, чемпионы мира, IBJF. Такие спортсмены будут. Это очень важные соревнования для меня. В прошлом году одержали победу, сейчас будем защищать. Всего тренируется около 60 человек. Горный климат, режим двухразовых тренировок и правильное питание. Здесь, говорят, спортсмены, есть все условия для того, чтобы подойти к новому сезону во всеоружии. Помимо ведущих грэпплеров из клуба Universal Fighters, свое мастерство совершенствуют спортсмены из разных регионов страны. Для проведших это большая возможность не только принять опыт. У нас шесть тренировок черных поясов, первые номера почти сборных, различные коричневые и пурпурные пояса. Можно принять у них опыт, но и видеть всю красоту наших гор, наших локаций, которые есть здесь рядом. Ирганай, Гуниб, потом Гергеблис и Гэс и так далее. Москвич Владимир Блюм в Дагестане уже в четвертый раз. Член молодежной сборной России признается, в горы хочется возвращаться снова и снова. Сюда приезжаю именно больше за борьбой, за зарубой, потому что в Дагестане именно такие люди, которые бал не отдают, рубятся до конца. Допустим, в Москве редко где встретишь таких соперников. Поэтому здесь именно за рубкой и больше за такими деталями, опытом вот этих вот опытных тренеров, которые здесь есть. А также обстановка гор, да, я больше люблю горные сборы, потому что здесь, во-первых, другой воздух, лучше дышится. И обычно бег в горы тоже очень всегда нравится, когда приезжаю сюда. Сборы в Гергебельском районе проходили 10 дней и завершились накануне. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова